2 июля в эфире новости в студии Анна Нитченко. Здравствуйте. До конца лета Украина получит около 9 миллионов доз вакцин. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Лешко. Из них большая часть должны прибыть в этом месяце. В первую очередь Украина получит 2 миллиона доз вакцины Модерна. Далее еще миллион доз Пфайзер. Ее передадут Соединенные Штаты Америки по глобальному механизму Ковакс. Кроме того, в Минздраве ожидают прибытия более 5 миллионов доз вакцины Коронавак. Договорились с США. Они нам обещают поставить 2 миллиона доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готовляя принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через Ковакс. Через Ковакс мы подписывали все документы. Кроме того, Виктор Лешко сообщил, Министерство здравоохранения и иностранных дел, а также вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина работают над тем, чтобы украинцев, привитых препаратом Ковишилда и Коронавак, пускали в Евросоюз. Этот вопрос может быть решен в течение месяца. 2 миллиона 1 тысяча 130 человек получили хотя бы одну дозу с начала кампании вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Минздрава. За минувшие сутки вакцинировали еще почти 91 тысяча украинцев. Тем временем незначительно упала заболеваемость COVID-19. Менее 700 случаев зафиксировали за минувшие сутки. Почти 200 в Киеве. Также увеличилось количество инфицированных в Одесской, Киевской и Львовской областях. Украина ввела ограничения для приезжих из-за штамма коронавируса Дельта. Со 2 июля все прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии обязаны сдавать экспресс-тест на границе. В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации. Такие требования ввел Кабмин, чтобы не допустить распространения агрессивной мутации коронавируса. В дальнейшем, в зависимости от эпидемической ситуации, список стран с наиболее интенсивным распространением штамма Дельта будет пересматриваться. Количество обстрелов за минувшие сутки выросло. Об этом сообщают в штабе проведения операции Объединенных сил. Всего зафиксировали 26 обстрелов. Близ Широкина осколками ранен наш военный. Его госпитализировали. Тем временем, миссия ОБСЕ за среду зафиксировала 78 нарушений на линии соприкосновения в Донецкой области и 84 в Луганской. Кроме того, в штабе ООС сообщили о данных за минувшую ночь. По состоянию на 7 утра 2 июля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В районе «Золотого-4» враг обстрелял наши позиции из миномётов 82-го калибра. Вблизи населённого пункта Гнутово оккупанты дважды открыли огонь из миномётов 120-го калибра. Неподалёку от Авдеевки противник трижды вёл огонь из артиллерийских систем калибра 122-го миллиметра, миномётов 120-го калибра, из танковых, противотанковых гранатомётов. Боевых потерь среди военнослужащих вооружённых сил Украины нет. Украина и Франция обсудили перспективы нормандского формата. Министры иностранных дел двух стран Дмитрий Кулеба и Жан Ивладриан поговорили по телефону. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Но глава украинской дипломатии напомнил, что Евросоюз приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате российской агрессии. И без конструктивных шагов со стороны Кремля восстанавливать такой формат диалога оснований нет. Майнили криптовалюту, воруя свет с трансформаторной станции. Служба безопасности Украины в Черниговской области разобрачила горе предпринимателей. Они разместили свое оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку. И чуть не оставили без воды и света половину жителей Черниговской области. За два месяца такой незаконной деятельности злоумышленники украли электроэнергии на сумму свыше 3 миллионов гривен. Венгрия временно остановила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной. До конца месяца украинцы не смогут попасть на территорию соседней страны через пункт Барабаш. С нашей стороны Косино и Лонья. Со стороны Украины Звенкове. Причину такого решения Венгрия не объяснила. В Вашингтоне обрушилось недостроенное здание. Пострадали несколько человек. Это были рабочие. Здание разрушено во время сильной грозы. Жители двух соседних домов эвакуировали. Накануне президент США Джо Байден посетил город Сервсайт в штате Флорида, где в ночь на 24 июня рухнул многоэтажный жилой дом. Байден провел совещание с представителями местных властей и спасателями, а также около трех часов общался с семьями пострадавших. По последним данным, 18 человек погибли, и еще 145 считаются пропавшими без вести. Семьи пропавших без вести настроены очень реалистично. Они знают, что шансы найти людей живыми с каждым днем уменьшаются. Они хотят, по крайней мере, вернуть тела, чтобы похоронить их. Мы должны продолжать работы и найти все тела. Лесной пожар, вызванный аномальной жарой, почти уничтожил западный городок Литтон в Канаде. Там температура воздуха достигла 46,5 градуса по Цельсию. Огонь повредил гидроэлектростанцию и дороги, а это затрудняет подъезд к самому городу. Из-за скорости распространения пожара местным жителям пришлось оставить свои личные вещи и даже домашних животных. Более тысячи человек эвакуированы. Не обошлось стороной лесные пожары и США. В Северной Калифорнии огонь распространяется по сухой траве с молниеносной скоростью. Власти рекомендовали людям уехать из опасных зон. Я очень обеспокоена. Мне пришлось оставить там своих кошек. Все, что в наших силах, это надеяться и молиться прямо сейчас. Держим пальцы скрещенными. География отпусков для украинцев расширяется. Накануне своей границы открыли Нидерланды и Австрия. Правда, для въезда понадобится сертификат о вакцинации. А в взаимном признании этого документа украинские дипломаты ведут переговоры на всех уровнях. В каких странах уже ждут наших туристов и где в Украине отдыхать хорошо, расскажут мои коллеги. Сезон отпусков в самом разгаре. Украинцы выбирают между отечественными и зарубежными курортами. Но чтобы отдых запомнился только положительными эмоциями, врачи советуют не забывать о пандемии COVID-19, а также придерживаться всех рекомендаций. Многие украинцы в отпуске этим летом еще не были. Но в планах поездки на море, в горы или же отдых дома. Три часа от Одессы, очень хороший курорт Катранка. Я туда езжу уже лет 12, мне нравится. Затем пшена, покой, чистая вода. Есть и те, кто свой отпуск уже отгулял. Так, например, Дарья Макарова. Девушка несколько дней назад вернулась из Чехии. Делала тест ПЦР перед выездом за 72 часа и по прилету тоже тест. Его везде спрашивают в отеле, в самолете. И еще нужно заполнять, называется, локатор форма. Чтобы в период пандемии без лишних проблем отдохнуть за границей, эксперты советуют зайти на сайт Министерства иностранных дел и ознакомиться с требованиями въезда для той страны, в которую планируется путешествие. Многие просят негативный ПЦР-тест или же ковид-сертификат. Получить его можно у семейного врача при условии полной вакцинации, а также через приложение ДИЯ. Если человек вакцинирован, то данные есть в электронной системе здравоохранения, а затем следует дать запрос через ДИЮ. ДИЯ синхронизируется с электронной системой, извлекает оттуда данные и формирует соответствующий сертификат. Украинский ковид-сертификат отвечает единому европейскому стандарту и будет действовать на протяжении 180 дней со дня его оформления. Ковидные сертификаты, которые будут выдаваться в Украине, внесены в европейские репозитории сертификатов. То есть их содержание будет соответствовать тому, что сейчас принято в Евросоюзе. Эксперты вспышки заболеваемости коронавирусом в ближайшее время не прогнозируют, но настоятельно рекомендуют вакцинироваться, даже если поездка за границу не входит в ваши планы. Мы регистрируем снижение уровня заболеваемости, и у нас оно стабильно уже достаточно длительное время. Сейчас период летний, то есть больше людей находится на свежем воздухе, больше и лучше проветривается помещение, и сейчас риск заболеть снижается. Однако мы не забываем о противоэпидемических мерах. Заявку на получение ковид-сертификата уже отправили более 11 тысяч человек. Юлия Бардыш, Игорь Каркадым, Новости Украины. В этом выпуске «Ставим точку», уже готовим следующий. Тем временем традиционно заходите на наши страницы в социальных сетях, узнавайте о главном в удобное для вас время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова